Ну а для жителей столицы Чувашии ледяной дождь обернулся не только поваленными деревьями, разбитыми автомобилями и порванными линиями электропередач, но и транспортным коллапсом. Как идет устранение последствий чрезвычайной ситуации, говорили сегодня в городской администрации. Минувшие выходные для работников ЖКХ стали буднями, так решил оперативный штаб, который возглавил Леонид Черкесов. В устранении последствий природных катаклизмов задействовали 63 бригады, около 2000 человек и почти полторы сотни единиц техники. Более 1400 домов повреждено, но и появляются новые, если мы говорим, что вот в субботу на воскресенье 16 многоквартирных домов отключалось на южном поселке по улице Пржевальского. Другие адреса есть. Самое главное, все учреждения социальной сферы, учреждения жизнеобеспечения, они полностью электрическим теплом обеспечены. По данным на утро понедельника, 30 километров уличного освещения уже восстановили, еще 20 километров только предстоит. Это улица Мичемна-Павлова, Константина-Иванова, проспект Мира и другие. Серьезно поработать придется не только горсвету в городе. Специалисты насчитали более 550 поваленных деревьев, еще сотни готовы упасть в любой момент. Ваши специалисты должны определить, во-первых, какое дерево срубить, а какое дерево жизнеспособно. Зато добраться на работу жители Чебоксар сегодня смогли без проблем. Движение троллейбусов полностью восстановлено, городские светофоры работают. Но все же расслабляться не стоит. Так, по сообщению ГКЧС Чувашии, в ближайшие дни в Чебоксарах и местами по республике ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха минус 4-6 градусов Цельсия. Это на 7 градусов ниже средних многолетних климатических значений. Таким образом, вероятность новых обрывов линий электропередач и связи, а также проблем с транспортом, пока, увы, сохраняется. Субтитры создавал DimaTorzok